добрый день дорогие любители рукоделия с вами лариса и вы у меня в гостях на канале ларин фонарик сегодня я хочу вместе с вами полистать новую книгу атаку фактум которая называется гартен глюк ведь на длинн шпатный переводится это как глюк это вообще удача да ну вот в данном случае наверное имеется ввиду больше счастья такое радость которая приносит нам работа в саду или гуляния по саду нет на одну шпатный томит с иголкой и с лопаткой да то есть гештик генет и заид гизит вышивка шитье и посадки давайте посмотрим с вами полистаем надеюсь вам понравится эта книга также как она понравилась мне вообще надо сказать что книги атаку факту с каждым разом мне нравится все больше и больше они конечно очень красиво оформлены очень много в этой книге показано предладного оформления можно сказать в основном вышивка и красивые ткани атаку фактум с красивыми сюжетами они очень интересно обыгрываются в таких комбинированных изделиях где используется несколько тканей и акуфактум конечно уже такой стиль наработал свой то есть их ткани уже видно когда они попадаются где-то на глаза сразу понимаю что это акуфактум и также их изделия конечно пронизана каким-то таким вот какой-то любовью именно к уютным вещам к интересным вещам к необычным я бы даже сказала вот ну и данная книга у нас естественно связана с садом как вы видите очень красивые фотографии и все что связано у нас с садом здесь присутствуют это и сюжеты с цветами и какие-то феи и детки и изделия сами такие уютные те которые мы можно тоже пользоваться и в саду тоже да вступительная вступительное слово здесь от ута менцы унт майки менцы штера скорее всего это они все разработали они же все шили но а художник сюжетов которые используются здесь это в конце книги об этом написано художник у нас ой идею концепт майки менцы штера а рисунки даниэл и дрэшер даниэл дрэшер очень давно работает с этими дизайнерами поэтому у них такой хороший сложился коллектив на первых страничках естественно описание и я бы сказала довольно много в данном издании показано изделий я честно говоря не ожидала причем очень много выше вышивки что тоже последнее время не во всех книгах было были даже книги где практически ручная вышивка крестом не была представлена эти книги очень сильно критиковались но и вот сейчас постарались прислушиваться к своим читателям и в данной книге довольно много вышивки картин глюк и майна кляйна парадис опять-таки счастья да в моем маленьком рай и здесь представлен стих от художника от самой даниэл и дрэшер на его не буду конечно вам читать переводить но в принципе такие приятные стихи и навеянные наверное прогулкой по саду или работой в саду ну про то что что растет в саду она здесь рассказывает как ее вдохновляют пахнущие травы красивые вкусные овощи фрукты в общем такой интересный стишок так первое изделие которое нам представлена в данной в данной книге это одеяло плед картин глюк который так и называется до счастья в саду и она очень интересная по своему знаете по пошиву да но подойдет даже для новичков потому что довольно крупные детали но при этом очень интересно большие лоскуты соседствуют с более мелкими квадратиками и причем очень красиво вот давайте вот так покажу обыграны именно ткани акуфактум те которые с большим рисунком и с таким ну с таким интересным рисунком они представлены большими площадями а уже маленькие квадратики заполняются или же какими-то сюжетами из тканей отдельными интересными акцентными или же однотонными или аля однотонными тканями вот как здесь зеленый да на заднике тоже присутствует то есть акуфактум каждая их коллекция можно подобрать именно вот такие ткани можно сказать однотонные с мелкими мелкими точечками дальше идет у нас уже подушка с вышивкой вот такая вот подушка которая называется мт данг золи это за им праздник урожая да и рт данг фест гермая в германии празднуется где-то осенью точно не помню какого числа но осенью и правда праздник урожая это своего рода ну и вот это вот подушка называется любая то есть сердце корнеплодов из корнеплодов тут тоже какие-то такое четверостишься данили трешил апфель кирбис он шалот алис инда коп хена имберный коль он корот и рт данг золь гой тазань перечисляет все фрукты и овощи яблоки тыкву лук все корзинку и дальше перечисляет груши капуста и морковка что все подготовлено к празднику урожая очень интересная подушка да с точки зрения как оформлена вышивка очень мне нравится то есть такая вышивка в окошко я кстати раньше очень много оформляла я обычно на маленьких изделий такие большие окошки и не делала но вот принцип по такому принципу я очень много тоже вышивку оформляла и вот то что это так интересно выше то на линии кстати и оформлена в интересную ткань тоже из новой коллекции акуфакту очень интересно очень подробные инструкции со всеми материалами какие нужны да ну здесь все в сантиметрах так что любители сантиметр должны быть рады так что у нас дальше дальше у нас представлена оформленная вышивка вот такой вот редис очки в пяльце причем не просто в пяльце а еще и с кармашком да то есть такое интересное решение оно тебе и для красоты и плюс какую-то мелочь можно вставить или вот как здесь какую-то свежую травку или свежий розмарин и это смотрится очень интересно и вот очень кстати красивая ткань вот это такая лиловая да именно сиреневая это как раз вот только-только появилась именно к вот этой коллекции с овощами вот этим вот рисунком именно выпустили новую ткань вы такого цвета я кстати о лишь танк кому интересно где можно приобрести ткани обращайтесь я или я вам в описании к видео ссылочку оставлю на улюштанг она официальный представитель фирмы акуфакту и в германии продает но она продает по всему миру через магазин эти так что вот эти ткани я уже видела и тоже подумываю что их надо прикупить дальше куколка если я не ошибаюсь это по стилю вальдорфская кукла называется и эти куколки присутствуют в каждом в каждой новой книге вернее в каждой следующей книге эти же куколки они используют и принцип пошива кукол тоже в принципе не меняется так сильно единственное что конечно же используется ткани из новой коллекции ленточки очень активно используются те кто продает ткани куфактум они обычно и подходящие ленточки тоже предлагают на продажу так что это все взаимосвязано такая концепция вот здесь очень подробное описание как делается это куколка посмотрите помимо покажу вам сейчас смотрите даже пупок свои свои как-то своеобразно обрабатывается то есть кукла настолько интересная смотрите коленки как утягиваются локотки также утягиваются очень интересно пошив куколок но вот никак не возьмусь шить каждый раз собираюсь вот там специфички материал надо прикупить но все никак не соберусь ну и конечно же куклу надо одевать также есть выкройка и подробная инструкция как шить подобное платье для такой куколки чтобы ее одеть так что тут у нас а шмук бюгель бин ингарт есть такие такая такое интересное решение да вот смотрите такая своеобразная вывеска то есть если например у кого-то свой дом и человек находится в саду то можно бесконечно звонить во входную дверь человек может в саду не услышать и для этого очень часто используют вот такие таблички но не именно такие а какие деревянные там жестяные где написано я в саду да чтобы если вдруг пришел например почтальон принес посылку или забежала соседка по какому-то важному делу чтобы знали где искать хозяйку или хозяина и вот такие таблички очень интересно использовать в данном случае и вот тут сделано как раз табличка на вешалку для одежды очень удобная крючок присутствует и шито вышито на льне вот такая девочка схема естественно есть книги и из бусинок собраны слова я в саду то есть чтобы знали очень интересное решение кстати такую вешалку не обязательно для этого использовать можно просто вешать на нее например свой садовый фартук в тот момент пока ты не в саду и тебе эта вывеска по назначению не нужна можно прекрасно или какой-то садовый халатик свой повесить нужно использовать по-разному да от взяла митфюфтшурца здесь нам предлагают шить такой своего рода органайзер вот такой ближе к сожалению могу вам показать мне штатив мешает ну вот я думаю видно да то есть такой органайзер с кармашками с вышивкой тоже на каких-то кармашках вышивка на каких-то этикеточки акуфактумские или вот лента пришита но и предлагаю часть этого органайзера она пристегнута здесь на молнию вот здесь вот по низу и а можно ее отстегивать и вот эти кармашки использовать как садовый фартук то есть когда вы работаете в саду и вам некуда положить там лопатки секаторы еще что-то да можно прекрасно эту штучку использовать видите у нее есть такие веревочки пришиты по бокам тут они выглядят как декоративный бант но при необходимости могут служить и как завязками для фартука то есть можно вот нижнюю часть органайзера использовать так очень интересное мне кажется решение вот кстати схема да очень интересное решение и я думаю что те для кого тема садо актуально очень эта идея понравится тем дальше файнер кюхенельфа нюцли он декоратив нам предлагают шить круглую прихватку она же подставка то есть из красивых тканей как раз этой вот новой коллекции с овощами и садом огородом очень красивые такие интересные прихватки с обратной стороны они как раз вот такой вот пушистый какой-то меховой материал извиняюсь за шум вот и очень интересные простые мне кажется в пошиве но при этом очень неплохие так что фрюшен кранц нам предлагают шить вот такой интересный декоративный венок из ткани из таких рюшей с рюшей ну так своеобразная такая идея тут даже края рюши не обрабатываются мне кажется как будто порванный просто материал или просто обрезанный и потом уже размахлился немножко ну вот такой интересный причем помимо вот этих вот рюши которые украшают этот венок из двух разных тканей еще шиты очень красивые такие интересные овощи да из ткани смотрите очень красивый очень интересный выкройки здесь все есть вот и мне кажется вот венок именно украшен такими текстильными овощами резиды дедисочка или свеколка очень интересно смотрится дальше идет такая сумка на плечо такой шоппер своеобразный смотрите какой интересный у него очень интересная идея именно с вот этими завязками затяжками то есть шьется обыкновенная сумка ну вот в широкий верхний кант вот сюда в кулиску вставляется вот такой вот текстильный бант кстати красного цвета красная ткань тоже это что-то новое у акуфактум обычно у них были такие пастельные тона серо-голубой светлый такой зелененький розовенький прям совсем совсем бледный где-то вот у меня тут рядом как раз лежит да вот такого типа были ткани вот кстати тоже в эту же в эту же точечку но вот сейчас к этим новым двум коллекциям ткани которые представлены в этой книге появились такой лиловый как я вперед показываю и вот такой прям красивый яркий красный и подходящий конечно вышивки есть кто в тех же цветах в общем очень интересная сумка с вышивкой такие вот двое ребят вышивка тоже такая на огородную тему и сумка очень интересная подклад шит из ткани с теми же ребятами но на ткани изображенных вот ну а на следующем развороте детская детская сумочка тоже садовая очень интересная посмотрите покажу вам фотографии не буду много рассказывать про это тоже очень красиво из этих замечательных тканей и вот сумочка такая вот видите сама по себе овальная но плюс у нее сколько шесть кармашков еще таких вот объемных которые можно положить и игрушки и какие-то овощи потом складывать которые насобирает ребенок какие-то наверное перекусы можно с собой взять в сад на огород когда пошли не у всех огород рядом с домом да у нас например тоже приняты такие дачи у нас они называются кляйнгертна да то есть сад который находится не рядом с домом а люди у которых нету сада возле дома кто живет например в квартирах они имеют такой сад шесть соток примерно и тоже ходят на этот огород на этот сад дальше цирги мюнзо вот как раз про овощи которые вот здесь и на венке можно использовать и в корзинке как декоративные укладывать и вот как брелок редисочку на ключи можно использовать то есть такие замечательные корнеплоды можно самому нашить из как раз из тех же тканей к факту вот эти вот тканюшки замечательное дальше идет вышивка а ну тут все еще про овощи а вот тут вот кстати автор пишет что овощи не обязательно куда-то пристраивайте не просто даже замечательно можно в пяльцах оставить красиво заколоть и использовать как декоративный элемент тоже самый простой способ но самый интересный самый такой малозатратный но при этом не менее эффектный дальше идет гроз и марк таша то есть уже третья сумка по счету да но это именно сумка скажем такого эко направления чтобы если ты идешь на рынок за овощами или же наоборот на огород идешь и потом несешь домой овощи чтобы как можно меньше использовать какого-то пластика отдельных мешочек сумочек то есть шили вот такую сумку которая кстати внешне очень интересно смотрится за счет тканей за счет вот этой вот декоративной ленты тисунки с рисунком ну вот помимо этого внутри в сумке присутствуют тоже такие кармашки большое количество то есть чтобы разделять например отделить картошку от яблок или лимона вот их вот таким образом можно транспортировать и пластика нет и все друг от друга отделено дальше у нас корок коротен эрнт урожай морковки и в данном случае нам предлагают шить детский фартук скорость аппликации морковка довольно неплохой интересный фартук ничего я в нем сильно необычного не вижу просто сделаны кулиски вот здесь вот в проемах и в тянута ленточка которая регулируется тесемка который можно отрегулировать индивидуально и длину хлястика на то есть она такая дуркинт по-немецки сквозная да такая то есть затягиваешь уже по фигуре любому ребенку можно ее сделать дальше идут уже наверное серия подушек пойдет потому что здесь в этом в этом в этой книге очень много подушек что мне очень понравилось тоже и здесь у нас представлена лизы кисан метрага гриф то есть такая вот подушка своего рода органайзер то есть подушка как у которой есть ручка для того чтобы ее транспортировать захотелось вам саду отдохнуть в гамаке покачаться или там на почитать на природе лежа на льна не знаю на лежанке берется вот такая подушечка тут кстати очень красивая вышивка морковки и на подушке имеется карман внутри кармана вставлен предлагают еще шить помимо подушки еще вот такой очечник в которой свои лизы брили очки с которыми вы читаете можно было взять с собой вот в кармашек ложится может быть даже и книжка или журнал извиняюсь и вот такой вот очечник и можно направляться уже в сад для того чтобы не только же нам работы да иногда же надо и отдыхать дальше идет опять оля вальдорфская кукла но здесь у нее от куклы только голова а тельце как у морковки то есть такая шмузы пупы в германии есть такое понятие шмузы то шмузы пупы шмузы тейди какой-нибудь то есть то с чем ребенок обычно не расстается то игрушка или то изделие которое ребенок постоянно носит с собой без которого не засыпает да и вот который постоянно обнимает шумзан это такое вот объятие ну и вот тут предлагают такой виде морковочки шить тоже симпатичную куколку видите как ребенок обнимает чудесно мтсайт кастлей аус айгана гарку коспичкой окей это у нас здесь называется рамки сын рыбан кранс то есть здесь нам предлагают шить подушку в рамки да то есть вышивка в рамке то есть данном случае шьется это понимаю ой извиняюсь шьется две наволочки одна наволочка с вот такой вот отверстием посредине а вторая наволочка именно с вышивкой и одна в другую вставляется так я поняла надо конечно хорошо тут внимательно это все прочитать но вот я так понимаю что это так выглядит кстати про вышивку не сказал да замечательный такой овощной корнеплодный венок уже сердце я вам показывала тоже была подушка с сердцем из корнеплодов а тут вот венок такой из корнеплодов дальше у нас идет тема кройто кройто это такие травы полезные пряные в общем все что связано с травками это тут вот я вижу и майоран материнка и розмарин и лавровый лист некоторые названия тяжело по-русски фенхель вот я вижу лаванда вот это наверно шалфей шалфейда и в соответственно есть и ткани с этой темой то есть вот такие вот детишки то есть там у нас был овощной сад а это у нас такой кройтергартен то есть траве с травками грядки но и предлагают шить тоже несколько подушек вот такая прямоугольная подушка с кармашками по бокам для это с аромат с ароматизированными подушечками которые в эти кармашки вставляются лавандовые мешочки или лавандовые такие маленькие подушечки с лавандой и на этой подушке будет наверно приятнее спать с ароматами плюс есть подушечка с вышивкой с вот такой вот вышивкой девочкой лаванда и она завязывается тоже такой своеобразный наволочка в наволочке и вот внутренняя подушка из однотонной ткани до сверху наволочка у которой край открыт и завязаны просто завязки очень интересные вообще сами идеи вот еще раз эта подушка с лавандой с вот такими вот мешочками дан которые кстати тоже украшены ленточками тематическими той же тематике вот кстати это подушка с завязками на боку ну и вот здесь у нас такая девочка в юбке из той же ткани с травками тоже очень интересная выше к кстати не сложно интересно но эффектная очень тут предлагают сделать оформить сухие травки такое своего рода гербарий в пяльца да тоже как украшение так себе идея в принципе как такое ежеминутное украшение если там делаете гриль партии чтобы как-то украсить садовый домик или садовый беседку почему нет дальше идут ланч маты с прорезью для биштека для приборов да вот такая вот интересная идея то есть такой двойной ланч мат своеобразным кармашком с круглым таким отверстием из которого выглядывают приборы вот здесь еще можно посмотреть понятно что такое я сегодня хочу поближе показать что понятно было вот так видно все время задевая штатив извиняюсь очень сильно дальше предлагают оформить вот такие текстильные кашпо или папа под горшочники такие сделать из ткани и с вышивкой тоже вышивка оформленного окошка круглая очень интересная идея или живут если кто-то не вышивает можно просто такие контрастные сделать окошки просто другую ткань ставить дальше идет эрнт шурцек ройтер предлагают шить такое двусторонний фартук который при необходимости у которого сзади есть пуговки вот здесь вода во всю длину или там на половину пуговицы пришивается на половину петельки и если вам вдруг нужно собрать урожай чтобы не таскать с собой какие-то сумочки можно подвернуть фартук до идея вообще замечательно подвернуть вот его здесь застегнуть и получится фартук у мешочек кстати в такие фартуки обычно мы собирали хлопок в детстве тоже так своеобразно привязывали и вот в этот вот карман большой впереди получившиеся складывали всегда хлопковых хлопок вот эту саму вату хлопковую а тут таким же образом предлагают использовать для сбора трав или же там дальше будет для сбора яблок для каких-то таких не очень наверное каких-то продуктов которые не очень сильно пачкают а то жалко наверно будет такой замечательный фартук дальше предлагают нам сделать это следующее тут пока еще ничего не предлагают это просто как новый раздел мои любимые грядки грядки шталден или наверное это больше цветочная такая полянки цветочные какие-то именно не полезные именно уже травы и цветы они такие для красоты которые вот и тут красивая тоже ткань предлагается в этот раз из новой коллекции именно с такими полевыми цветами полевыми или же оля полевыми которые люди уже специально сажают у себя в саду для пчел для насекомых чтобы было им где заняться своими делами но предлагают в первую очередь шить тоже квилт то есть такое одеялко очень простой даже проще чем первое просто из полос предлагают взять такую вот в точечку ткань как раз мне кажется вот такую розовую они тут предлагают взять до альтроза вайс вот и ткань с цветами полосками разрезаются полоски сшиваются между собой и прострачивается просто квадратами то есть просто очень самое простой на квилт который только можно придумать вообще в этой книге все так для начинающих вполне подойдет дальше предлагают из полимерной глины мне кажется сделать какую-то крышечку на вазочку чтобы вставлять отдельные цветочки так себе конечно идея возможно кому-то понравится меня не впечатлило апфель эрнта тут следующая коллекция ткани именно с яблоками тоже появилась совсем недавно улаку факту соответственно к тканям красиво есть и ленточки в такие тоже с яблочками и здесь нам предлагают сшить опять-таки фартук такой же как я вот вам рассказывала с пуговками сзади которые при необходимости можно подвернуть и сделать таким мешочком но и помимо этого кармашек который крепится на фартук для секатора и ловушку для яблок да такую своеобразную вы знаете чем это все такой мешочек в которой собираются яблоки на длинные палки чтобы собирать яблочки вот так это все смотрится по отдельности вот так выглядит сумочка для секатора вот так вот выглядит фартук когда его подвернешь него можно как раз собирать яблочки так он выглядит сзади видите как красиво красные пуговки на таком мятном фоне здорово ну и вот сам мешочек для сбора яблок который я говорил тоже очень интересный дальше идут текстильные яблочки и текстильный венок с яблочком то есть та же самая история из рюшей венок из рюшем кстати делается на соломенный венок наматывается не на пенопластовая она то есть все так экологично сравнительно вот но и яблочки очень интересные текстильные из тканей тоже с яблоками юсеф рюхтхен маленькие вальдорфские куколки мини в виде яблочек тоже очень здоровская идея мне очень нравится как тоже красиво очень фотографии замечательные дальше идет замечательная тоже подушка в том же стиле что был венок с овощами тут в таком же такого же плана сделано подушка с венком из яблок вышивка естественно схема вышивки и вся красивая дальше идет тема яблочная у нас закончилась начинается тема бузина да бузина по-немецки халюнда и халюндр это такая тема в германии очень любимая то есть из бузины варится варенье из бузины варится сироп и делается сироп который добавляется потом в напитки в какие-то или с водой минеральной пьется в хуго добавляется в коктейль ну и вот тема бузины очень классная тоже здесь представлена выпустили акуфактум ткани с бузиной очень тоже красивый цвет ну и здесь предлагают что нам здесь предлагают шить мне кажется дорожку какую-то предлагают предлагают такие вот шапочки на на чашки на салатнице не на как их правильно называть по-немецки не называются шлюз 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 гаубен ну то есть такие крышечки на миске такие красивые с красивых тканей три разных размера три разных вида предлагают ну и предлагают еще сделать вот такие вот этикетчики германии очень принято дарить друг другу ходить в гости с баночкой варенье или там вот здесь с бутылочкой сиропа из бузины ну и вот как этикетка предлагают из ткани сделать такую интересную этикетку подарочную очень здорово также предлагают те же самые ланч матами они это да да и ланч маты с вышивкой в окошке тоже с бузиной или же дорожку можно сшить дорожку с бузиной вот так вот выглядит то есть комбинировать вышивку и соответствующую ткань классная дорожка мне очень нравится дорожка на стол вот так вот она смотрится на столе видите и вышивка тоже в круглом окошке вот кстати кстати хлеб с варенье из бузины и кстати акуфакту мне кажется у них и посуда есть вот видите здесь представлена посуда с тем же рисунка с теми же рисунками я думаю что у них на официальном сайте можно купить и посуду и последняя тема кюрбис либо любовь к тыквам эта тема мне вот очень понравилось ну вот больше чем все остальные потому что тыквы во первые здесь такие красивые не а типичные не оранжевые да вот эти вот серо-голубые такие матовые тыквы которые мне очень-очень нравятся здорово тема вот смотрите сама фотография да какая шикарная как эта тема представлена здорово и несколько изделий на эту тему текстильная тыковка из двух видов ткани и из ткани с тыквами или из однотонной вот они больше прям похожи на настоящую до голубую эту тыкву или же вот оранжевую тоже можно сделать ткань у акуфак там все эти есть дальше идет шикарнейшая подушка тоже та же тема вышивка в окошке большое окошко и вот это вышивка ну вообще меня просто влюбила в себя тут кстати вот написано что интересное шпейт зома кюст хэпст тыква и ежевика то есть позднее лето целуется с осенью такое вот интересное название но действительно ежевика вроде как такое такая летняя ягода да но она последний урожай здесь представлена летней и уже поспели тыквы да то есть такой привет от осени и все это вот в таком замечательном сюжете с птичкой с ежевикой с тыковкой очень мне нравится очень красивый сюжет не очень большой я его обязательно хочу вышить в осени куплю соответствующие ткани оля штанг вот она сказала что она пока их еще не получила потому что наверно это коллекция выйдет чуть чуть попозже появится потому что уже туда наверно ближе к лету чтобы на осень люди могли уже покупать и вот смотрите какая классная сделана лампа я вообще вот не декоратор ни разу вот эта лампа мне прям очень понравилась какие-то сухоцветы сухие ягодки в тыкве проделана дырочки такие проделаны вовнутрь ставится лампа или свечка и вот так вот светится в темноте то есть я бы сказала такой немецкий ответ хиллувиновскому смеющемуся этому смеющийся тыкве на голове да то есть вот вроде бы направление тоже насколько то разнятся эти две тыквы во-первых цвет здесь этот голубой классно смотрится во вторых сама идея именно вот сделать много-много дырочек через которые будет светиться про проступать свет очень интересны еще одно изделие который мне тоже очень понравилось это такой мешочек анкерпхен да называется почему-то коробок или как корзиночка но вообще это такой ушастый мешочек мешок шит в виде тыковки и завязываются у него есть такие ушки которые таким образом завязываются как листики у тыковки и смотрится очень классно вот на некоторых фотографиях можно посмотреть как это выглядит то есть можно наполнить тоже какими-то дарами осени пойти с таким мешочком гости лежим на тот же хеллоуин да почему нет немножко такой нестандартный будет мешок для сладостей дальше идет такая вот аппликация в пальцах тоже декоративный чистый элемент из замечательной коллекции ткани сделаны вот такая вот аппликация тыковка и запялено в пальцы мне кажется очень красиво смотрите какие классные украшенные тыквы да как смотрятся здорово такие как украшения на осень хоть в саду хоть это на террасе хоть внутри дома но и дальше идут я быстренько вам пролистаю чтобы вы понимали какие схемы здесь есть вот венок вот сердце овощное вот яблочный венок вот как раз тыковка кстати не очень большой сюжет раз два три 4 5 6 60 где-то наверное на 80 сюжетик 60 на 80 крестиков с бузиной ребятки она и вот этот вот цветок я забыла как он называется и хина и и хина цена эхина цена ну и плюс дальше идут выкройки всех кукол овощей каких-то мешочков дальше идет инструкция по материалам и техникам здесь вот кстати очень подробно пишут как обрабатывать одеяло бейкойн то есть чисто для новичков для каких-то людей не очень опытных в шитье кто хочет попробовать свои стены почему нет здесь все хорошо написано и правда на немецком конечно же языке вот ну и дальше идет описание какие ткани какие какие коллекции представлены в этой книге какие ткани какие номера артикли номера артиклей подходящих того что можно заказать и купить можно все здесь посмотреть и кстати вот здесь написано что для тех кто например не вышивает вручную даже например крестиком а занимаются машиной вышивкой все сюжеты которые представлены здесь в крестиках ну или похожие из этих же серий можно заказать на на официальном сайте в официальном магазине который вот так вот называется ввв аквафактум пункты е он для иншоп можно заказать как это называется штик датаин фьюде штик машинен бай унс иншоп то есть у них можно наверное эти даты пересылаются возможно даже он для им я не знаю как они приходят скорее всего наверное как то можно их на почту получить купить в общем всякие вот такие сюжеты а только факту можно заказать и для машинной вышивки вот выглядела еще пару красивых фотографий на смотрите какая красота ну какая же птица замечательная вот это вот серо голубая тыква мне кажется проработка очень хорошая не в пример некоторым другим сюжетом не все сюжеты а только факту мне всегда западают в душу ну вот это вот птица с тыквой прям могу хочу не могу вот вот такой обзор надеюсь книга вам понравилась так же как и мне ну будем шить будем вышивать вот кого есть возможность купить такую книгу конечно же советую я думаю что не пожалеете просто даже листать книгу оставляет огромное удовольствие уж если что-то из нее какую-то идею взять и шить или же вышить это наверное будет тройное удовольствие на этом буду с вами прощаться всем пока всем хорошего настроения будьте счастливы